Франческо Баранко, Италия более коррумпированная страна, чем Украина. Там футболисты просят сыграть на ставку. Ксспорт, Украина. Ксспорт, Украина. 21 марта 2019 года. Экспорт, Франческо, приветствую. Все знают вас как спортивного полицейского, однако сегодня кроме вашей карьеры, я бы хотела больше узнать именно о вас. География городов, где вы жили, удивляет. Расскажите, где вы родились и где сейчас живете? Франческо Баранко, я родился в Италии, недалеко от Бергамо. Закончив университет в Милане, я переехал в Ливерпуль, из Ливерпуля, в Прагу, потом вернулся в Италию, потому что лечился от рака. Потом снова в Прагу, потом в Инсбрук, Вену, Брюссель, Барселону. И вот уже два года я живу на два города, Киев и Барселону. Нравится ли вам жить в Киеве? Я небольшой фанат Киева, мне не нравится климат, особенно зимой. Все мрачно, люди и без настроения. С точки зрения климатических условий мне больше нравится Барселона. Менталитет людей в Киеве очень пессимистичный, особенно у молодого поколения. Все верит в судьбу и в то, что уже ничего не изменишь. Все же есть что-то на Украине, что вам нравится. Вы очень хорошо подготовились к финалу Лиги Чемпионов. Лето, все красиво. Фееричный центр. Фееричный центр. Собака живет в Барселоне, честно говоря, ей там лучше, когда меня нет рядом. Почему? Потому что она всегда может пойти в море и весело провести время. Я же мучаю ее диетами. А я так не думаю, ведь в вашем Фейсбуке все поста о Кеме. У меня нет семьи, поэтому собака, моя семья. Бег, ваше любимое хобби, сколько километров вы уже намотали за все время. В воскресенье я пробежал свой шестнадцатый марафон. Один марафон, сорок два километра. Поэтому, не сложно посчитать. Это как от Киева до Харькова, потом назад до Полтавы. Если у вас еще хобби кроме бега, их немного, ловить нарушителей в футболе. Ну, еще люблю вкусную еду. Человек, который захочет получить профессию, как ваша, где этому может научиться? Я, юрист по профессии, но всегда работал для букмекеров. Чтобы понять мою работу, нужно быть компетентным во многих вещах. Это сочетание права, логики и математики. Я бы сказал так. Когда вы переезжали на Украину, что вы думали? Конечно, многие мне говорили, что Украина страшная, коррумпированная страна. Индекс коррупции очень высок. Но, я считаю, что Италия даже более коррумпирована, чем Украина. Коррумпированность более преобладает в социальных структурах. Конечно, на Украине, как и во многих странах, есть много проблем. Но на самом деле украинцы думают о себе намного хуже, чем они есть на самом деле. Это менталитет украинцев. Все плохо. Не пугала ли вас ситуация нестабильного военного положения на Украине? Война? Это кто-то со стороны говорит об этом. На Украине все хорошо, за исключением Донбасса, который сильно страдает. Но здесь в Киеве, все нормально. Конечно, только тот, кто не живет в Киеве, может сказать, что в столице бомбардировки или что-то подобное. Особенно об этом говорят в России. Но на самом деле, мы же видим, что все хорошо. На улицах люди, никто не стреляет. Какие у вас отношения с Андреем Шевченко? Он один из наиболее вежливых и разумных людей, которых я знаю. Кстати, это был первый человек, с которым я разговаривал, когда приехал на Украину. Он всегда поддерживал нашу работу. Я помогаю ему. Что вы можете сказать о нашей сборной? Могу сказать, что уровень игроков за время, когда я начал наблюдать, в общем не вырос. Я разговаривал с Фабрицаром Манели и он с этим согласен. Тактика очень хорошая. Есть талантливые игроки. Ермоленко, Зинчина, Марвус. Но уровень не повышается. Не забывайте, когда был Советский Союз, Украина была основным поставщиком игроков для сборной. Когда Украина получила независимость, Россия перестала плохо играть. Плохую Украину делает коррупция. Поэтому уровень футбола ухудшается. Это превращает уровень футбола на Украине в смех. Я знаю много игроков, которые были хорошими, но они совершили много ошибок, потому что хотели заработать деньги на ставках. Далее перейдем к вашим рабочим делам. Сколько ставок за минуту делается во всем мире? Каждый день в мире происходит около 5000 событий. Ты можешь сделать ставку на региональный чемпионат по баскетболу в Харькове. Можешь сделать ставку на людей, которые играют в PlayStation. Сумма денег сумасшедшая – 80 миллиардов евро каждую неделю. Вдумайтесь, это сумма всего годового бюджета Украины. Этим утром произошел смешной момент. Кто-то из Харькова, вдумайтесь, из Харькова, поставил на Вьетнаму 19 и поставил очень большую денежную сумму. Этот матч был полностью прогнозируемым, и счастливчик из Харькова получил большую сумму денег. В ситуации с договорными матчами Украины хуже европейских стран, когда я приехал в Киев, таких случаев договорных матчей было 50 в год. Но когда я начал работать, таких случаев стало 100. Мне все говорят, Франческо, все ухудшилось, а ты не выполняешь свою работу. А мы просто копнули глубже. В последнее время все становится лучше, и таких инцидентов – максимум 10. Если сравнивать с Россией, то там ситуация хуже, и она никак ее не пытается исправить. Технических действий нет. На Украине есть проблемы, но мы их решаем. В Италии много команд, банкроты, да и вообще сейчас экономический кризис. Какой самый грязный вид спорта после футбола? Теннис. Настольный теннис – это тот вид спорта, где можно поставить на одного участника. Сейчас много украинок, россиянок и женщин из Восточной Европы, которые сливают матчи. Они продают одно очко в одном гейме, либо продают целый гейм. Есть одна очень известная русская теннисистка, которая слила усопен. Какой процент договорных матчей на Украине? С 1 января у нас был один товарищеский матч, который показался подозрительным, а также один матч в футзал, мини-футбол. Во всем мире за 55 дней произошло 250 инцидентов, то есть в среднем по 5 в день. Какая лига более грязная? Первая, вторая или премьер лига? В премьер лиге зафиксировано наименьшее количество случаев, несколько в кубковых матчах, а вот первая лига – сплошная катастрофа. Еще большая катастрофа была на 19-го дивизиона, но тогда мы заблокировали возможность ставить на матч, поэтому там все чисто. На Украине есть история о договорнике между Мариуполем и Шахтером. Лично я не поддерживаю ни Мариуполь, ни Шахтер. Мне просто нужно разобраться с этим безобразием. Кстати, об этом безобразии я знал, работая еще не на Украине, я был уверен, что это не так. И потом, как только мы презентовали доказательства дисциплинарному комитету, одновременно все просто перестали говорить об этом матче, как будто бы его и не было. Они просто закрыли глаза, не хотели больше ничего решать, но я сказал, что в этой ситуации замешаны все – коррупция, футболисты, судьи, букмекеры. Поэтому мы должны это решить. Все ли клубы понесли наказание, что ожидать болельщикам? В данный момент есть приговор по Олимпу. В ожидании суда Мариуполь, Шахтер, Сумы, также вскоре будут приговоры по судим. Сколько всего дел по договорным матчам вы ведете? Очень много, по отношению к тому, что было 3-4 года назад, потому что мы выявили очень много недорасследованного. Сколь человек работает в вашем комитете? Возможно ли вариант спортивного бизнес-проекта, целью которого является зарабатывание денег на договорных матчах с помощью букмекеров? О, нет. Но есть одно «но». Это возможно, если какой-то бизнесмен купит команду только для того, чтобы ставить на нее. Он не букмекер, он бизнесмен, фиксер. Таких примеров много, особенно в Китае. Некий бизнесмен покупает команды по всей Европе, делает ставки, а затем пускается в бега. Его можно найти, найти можно, но посадить, нет, такого нет в законодательстве. Были ли отношения футболистов с мафией, оказывались ли футболисты в проигрыш от того, что не сыграли на ставку? Нет, потому, что многие футболисты сами хотят сыграть на ставку. А в случае с земляну Саула предполагали ли вы, что мафия была замешана в его смерти? Да нет. Это был несчастный случай, и его девушка это подтвердила. Я знаю один только случай, но убили не футболиста, а моего друга и коллегу Ярдана Динола, убили в центре Софии. Мы констатировали несколько случаев договорных матчей. В целом это нелегкая работа, я вам скажу. А что касается футболистов, смешно даже представить, чтобы кто-то из них пришел в полицию и сказал, что мне предложили деньги за матч, а я отказался. Я даже знаю случаи, что не только соглашались сыграть на ставку, но даже предлагали сами. Однажды один известный сингапурский бизнесмен Фиксер, сказал, разница между Италией и другими странами в том, что в других странах тебе надо подходить к футболистам и просить сыграть на ставку. А в Италии футболисты сами подходят и говорят, позвольте сыграть на ставку. Франческо, у нас еще есть еще одна часть интервью, это Блиц. Пример или серия А? Примера. Соль или сахар? Сахар. Девушка или марафон? Марафон. Прогуляться пешком или вызвать водителя? Прогуляться. Какой самый любимый фильм? Марлия. Снег или дождь? Снег. Для отдыха – юг Европы или Африка. Юг Европы. Для жизни – Испания или Италия. Испания. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.